Мои дорогие друзья, чтобы приготовить это лакомство, пойдем в гости к моей свекрови. Ее зовут Этери, но вы наверняка уже знакомы. Привет, Али! Привет! Как дела? Смоль. Смольный открыт? С утра! Очень хорошо! Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня мы снова находимся в гостях у моей свекрови Этери. И сегодня будем готовить долгожданную пахлаву. Мой муж говорит, у моей мамы очень вкусная пахлава. Здравствуйте! Желаю всем хорошего дня, желаю всем хорошей жизни и исполнения добрых желаний. Аминь! Прежде всего, я хочу показать вам то, что моя Оксаночка приготовила, вот эти вкуснятины, только что она принесла. Вчера она варила, да? Да, вот эти цукаты, что Оксаночка приготовила. Это апельсиновые корки, а это грейпфрутовые, да, Оксана? Да. Как они выглядят? А на вкус очень-очень вкусные. Еще хочу сказать, что почти что каждая хозяйка вносит свою лепту. Или что-то меняет, или что-то добавляет. И получается по-разному у всех. Я вам представлю то, что мне больше всего нравится. Это и удобно делать, и вкусно получается. А его готовить совершенно не трудно. А если желание есть, ничего трудного в жизни не бывает. Любовь и желание горы сдвигают. Желаю всем вам вот эту силу, любви, радости и желания, чтобы всегда присутствовал с вами и с нами тоже. Амин. Амин. Давай, мамка. Давайте пойдем делать. Так как я все делаю на глаз, Оксана. Потом я напишу под видео точно, сколько муки у нас пошло. Мы сейчас возьмем 4 стакана муки. Но это ведь зависит, какая мука, какая гликобина и все, и все. И потом ты напишешь подробнее. Хорошо, мама? И каждая хозяйка подрегулирует под свою муку тесто. Посмотрит, какой консистенции у нас и добьется такой. Тесто должна быть мягенькое, только не должна липнуть к рукам. Этери всегда просеивает муку. Берем 200 грамм сливочного масла. Его мы достали из холодильника минут 15 назад. Да, это хорошо выглядит тесто. Мы должны рубить вот это тесто, это муку с маслом. Так как на сигаретке вы тоже делали, да? Да, да, да. И этим тесто можно сделать сигаретки, Оксана. Оно раскатывается так тонко? Да, да, да. Пачка разрыхлителя у нас идет, да? Да. Это сколько там грамм, я сейчас посмотрю? 5 грамм что? 10 грамм, да. Щепотку соли, чтобы наше тесто было благословлено. Чтоб все поели с удовольствием и всем было на здоровье. Можно такое тесто приготовить и на маргарине тоже, да? Когда пост, вот, или когда нужно покушать немолочные какие-то продукты. И еще можно, мы сейчас положим в начинку яйца. Да. А если на посту, можно не класть яйца. А чем скрепить? С медом. Мед можно, да, на посту? Да, можно. И чуть подсолнечным маслом. Прекрасно это получается. Этери сначала рубит это все топориком, а потом растирает муку с маслом ладонями. Этери вспоминает, как бабушка учила ее маленькую отдавать тепло рук тесту и свою добрую энергию. И также всегда работать с тестом в хорошем настроении. Масло должно быть не мягкое. Масло должно быть полутверденькое, да? Полутверденькое, правильно. Ага, мама, давайте я. Давай, давай. Так, вот так перетирать, да? Да, мама. Как я делала, вот так. Как хорошо пахнет это масло сливочное. Да. Вау, какой приятный замах. И в тесто не входит сахар, да? Вам заметила, да? Да, мне не приготовили. Не надо есть сахар. Хорошо. До какого состояния, мне кажется? Чтобы как бы получилось, как рис. Как рис, да. По-моему, это уже готов. Ну, я бы сказала так, что я втерла все масло. И не вижу, что оно поменяет свою структуру. То есть, мне кажется, вот так все время и будет. Да, вот так. О, прекрасно, Далеко. Все, теперь сделаю углубление. И в эту вороночку мы добавляем 2 яйца и 250 грамм сметаны. Любой процентной жирности. У нас 15. Вначале все в серединке смешаем ложкой, а потом уже удобнее руками. И регулируем количество муки. Да, надо добавить муку. Надо добавить. И мы добавляем примерно треть стакана муки. Ну, ориентируйтесь по вашей муке. А далее с крибочком. Вот это, что я режу его, это дает, как бы, чтобы она была рассыпчатая. Это очень важно, вот этот процесс. Если надо будет муку, и кому-то нужно будет муку. И добавить, пусть добавят. Добавят. Это не имеет такого существенного значения. Это уже та консистенция, что требует пахлана. Нежного, да, замешивая. Полученное тесто делим на три части. Одна часть меньше. А, две части одинаковые. Ага. Здесь разница, да, Оксана? Сейчас посмотрим. Да, есть. Наверное, часть, которая будет поменьше, она будет в серединочке. А, да, да. Чтобы пропеклась пахлана. Да. Этери прокатывает каждый кусочек теста, формируя из него плотный шарик. Когда вот в детстве, да, бабушки, когда делали тесто, и моя мама тоже, царство им небесное, они благословляли Бога, что Бог дал нам все нужные ингредиенты, чтобы делать тесто и получить удовольствие от этого. И еще благословляли всю семью и всех родных, всех-всех-всех, и желали всем добра и благословления. Ага. Так, я тоже привыкла к этому. Так, тогда говорили, благослови всех, желай всем хорошего, чтобы Бог услышал эти наши молитвы, и это все бумерангом обернется, вернется к тебе. И я в это очень верю. Вот получилось у нас, да, мама? Угу. Да, получилось два одинаковых и один поменьше. Фактическое количество использованных нам ингредиентов для теста я указала в описании под видео. Оставляем тесто отдыхать. Вот такой красивый полотенчик. Вот так вот отдыхаем у нас. Займемся орешками. Для этой порции пахлавы нам понадобится полкилограмма грецких орехов, их можно поломать руками или же порезать ножом. В общем, ножом быстрее, конечно, а можно в пакете скалкой немного измельчить, только не перестараться. Не надо сильно сладкие, правда? Нет, чтобы приятно было, да? Так, что мы добавляем к орехам? Полкилограмма орехов у нас тут, и стакан, стакан, полный стакан я тут добавила, и еще три четверти стакана. Угу. Вот так. Количество сахара также в описании в граммах. Мы сейчас добавим ванилин, ваниль. Угу. Но если кто любит, в пахлаве очень хорошо идет и корица, и гвоздика. Но мои не любят ни корицу, ни гвоздику в пахлаве. Поэтому добавляем только ванилин. Два пакета. Вот у нас вот так. Угу. Два по 10 грамм. Угу. По 10 грамм, да. Да. Хорошенечко перемешаем. Сейчас добавляем 2 яйца. Как раз в это время можно включить духовку на 180 градусов Цельсия, режим вверх-вниз. Как раз пока она разогреется, мы уже сформируем пахлаву, и можно будет отправлять ее на выпекание. Этери, расскажите, многие спрашивают, откуда вы родом. Да. Я родилась в Тбилиси, и мои родители тоже родились в Тбилиси, и росли в Тбилиси. Но мои предки с отцовской стороны, они были из Ахал-цихе. Нет, с отцовской стороны были с Сурами, а с материнской стороны это Ахпредки, да? И за Хал-цихе. И с отцовской стороны тоже с Ахпредки? Нет. Я помню, как вы рассказывали мне, как с затаив дыханием готовили Хазан-купту в этом регионе. Это что, Ахал-циховское блюдо? Это Ахал-циховское блюдо. Хазан-купта? Да. И Хазан-купту готовить было вот сейчас уже не сложно, как бы. Но тогда было, ой, как сложно, потому что не было этого измельчителя. Измельчителя. И люди в этом, как называется? Ступки. Ступки перемалывали мясо. Да, да, мама. Да. И это был труд, очень трудный был труд. И не всегда получалось хорошо. И хозяйка, которая делала Хазан-купту, она была ума на высоте. Все, мам, это уже у нас готово. Ой, Ахатуна говорила, что вы с безе делаете какую-то пахлаву. Поэтому я вот это сделала так, чтобы всем было удобно, Оксана. Безе взбивать и это раскладывать на тесто. Очень трудно, детка. Да? Очень трудно. А это такой хороший рецепт, что я делала. Как-нибудь для матерых хозяюшек надо и трудный рецепт тоже дать. Берем шарик теста по большим и раскатываем его. Вообще хочу отметить, что видов пахлавы существует очень много. И сегодня мы готовим ту, которую всегда готовили у Этери в семье. Я также как-нибудь обязательно приготовлю для вас пахлаву из слоев тончайшего теста. Да. А когда мы делали кишмиши, Ани, Оксана. Это вот этот бемет, действительно очень трудно его готовить. Я уже давно-давно не готовила. Это высокие такие ромбики. Да, да, да. Но это чисто грузинская такая. Чисто грузинская, ахалтихская. Подача такая красивая, такой богатый, такой высокий. В общем, раз это такой трудоемкий процесс приготовления кишмиши, Ани, мы с Этери договорились. Она будет руководить, а я буду делать. Да, Мамчат. Я сейчас стараюсь раскатать его. Прямоугольничек. Первый слой раскатать на пергаменте хорошо. Сразу скалкой же раскатать на пергаменте. Нам нужны маленькие бортики. Хорошо тебе, да? Чтобы начинка не вывалилась, да? Да, да, да. Чтобы начинка держалась. Бортик нужен совсем маленький. Слегка? Да. И теперь на это тесто выкладываем ореховую начинку. Половину начинки берем и распилием. Да, да, да. А если делать с безе? Если безе, мама, орехи должны быть мелко-мелко. Как бы скалкой, когда бьем бурет. Да. Вот такие должны быть орехи. И взбиваем безе из четырех яиц. Так. И добавляем полстакана сахара. Хороший-хороший безе. Вообще нужно перемешать орехи с этим безе. Но так как это очень трудно раскладывать на тесто, я так не делала. Я на тесто смазывала безе, на две части делила. Смазывала безе и потом всыпала орехи. Безе только из белков четырех яиц. Правильно? Да, и полстакана. Желтки отставляем. Да, да. Только, да. Да, да. Полстакана сахара. И сверху присыпаете вы орехами и укладываем, как вот это мы сейчас делаем. Да? Вот хатуна очень хвалила вот это ваше с безе. В общем, я хотела, чтобы Терри озвучила технологию приготовления такой пахлавы с безе. И если вам захочется, то сможете ее приготовить. Так, мы берем кусочек поменьше. До среднего слоя. Припыляем. А, да. Хочу твоим друзьям, твоим подписчикам сказать, что я не очень разбираюсь в технике. И мне очень трудно при помощи тебя, я научилась включать YouTube. А Facebook вообще у меня нету. Это, наверное, очень стыдно, но это так, это факт. Это ничего. И когда хочется отблагодарить тех людей, которые вот так с нами ласково и тепло говорят нам эти слова, так хочется поблагодарить, и я не могу. Извините меня, родные. Извините. Но у меня в сердце полно благодарности, и я тоже благословляю вас. Бог свидетель этому. Хорошо, маме? Вот когда я научусь, Оксана мне хочет научить, если я это схвачу, мой старческий ум, если это схватит, тогда я буду уже писать все свои эмоции и благодарения. Я за нас обеих пишу, когда вот такой теплый, теплый, я пишу, все это я читаю. Прекрасно. И это без внимания не остается. Ну и хорошо, я очень рада. Прекрасно. Ровкость рук и никакого мошенства. Нет. Еще что мы делаем, Оксана, надо, что эти два слоя теста, они как бы прилипнули друг к другу. На кончиках, да, на краях? Да, на краях, вот так, мама. Ну, вот так защипываемся. Да, слегка. Что, мы это стараемся, чтобы начинка не выпустила. Вот так вот, все, достаточно. На это тесто распределяем вторую оставшуюся часть ореховой начинки. И уже быстренько мы раскатали и третий слой теста. Оно очень послушное, потому перенести его на орехи не составит большого труда. Кроме того, тесто эластичное, потому с легкостью вы сможете укрыть весь слой орехов. И подтянуть тесто на краях. А бортики слегка утрамбовываем, чтобы защипнуть. Все, мамочка, мы закончили. И чуть-чуть, Оксан, как это сказать? Уплотнить его немножко, да? Как будто утрамбовать чуть-чуть орехи. Да, чуть-чуть. Не сильно, а мама? Не сильно. Слегка. Смотри, еще нам нужны желтки. И там немножко молока положить, да, мама? И смажем это, да? И смажем это. Несу. Хватит, да? Капельку, да, только чтобы разбавить. У нас духовка уже горячая. Печем при какой температуре? 180. 180. И где-то это будет около часа, наверное, да? Нет, меньше. Меньше? Да. Перед тем, как достать уже, как она уже готова, достаем. И ложкой, в задней части ложки, мажем мед. И обратно вернем в духовку. Это приобретает золотистый, красивый цвет. Да. Настоящая похвала. Говоря о десерте Киш-Мишиани, Этери вспоминает. А Халцихе это город? А Халцихе это Месхет Джавахетский район Грузии. И это по соседству. У них одна граница с Турцией. Было время, когда порабощали людей, хватали их в Грузии, нау, женщин, увозили. В общем, было всякое. И из Турции очень много переняли эти люди, которые жили. И до сих пор они говорят на грузинском и учат детей на грузинском. Это так здорово. Есть такие передачи. И вот эта пахлава, Бедюх, это Ахалцихская пахлава. Похожа не совсем на турецкий, но похожа. Чтобы было потом удобнее нарезать, Этери сейчас делает надрезы. Это можно уже до конца, чтобы у нас не была горбушка. При этом Этери смазывает нож растительным маслом. Мы просто надрезаем сверху, для того, чтобы потом лучше резалась эта пахлава. Чтобы не слетал вверх, правильно? Вот это тесто, чтобы сверху не отваливалось. А если даже слетает вверх, Оксана? Берем каплю, снимаем вверх, берем каплю меда. Каплю и потом возвращаем эту часть. А, приклеиваем. Да, приклеиваем. При помощи меда. Теперь вот это надо красиво нарезать сеткой. Тоже не до конца. Нет. Получается, это верхний слой только у нас режется. Да, да. Чтобы, когда будем резать уже готовую, чтобы у нас получились аккуратные резки. Когда закончили, слава богу, сделали, приготовили. Чтобы все, кто поели, чтобы всем было на здоровье. Давай, мам, дай. Так, загружаем в духовку на 180 градусов. Без конвекции. Ну, а пока будет печься наша вкуснятина, мы с Атери попьем чай с цукатами из апельсиновых корочек. Я хотела еще несколько слов сказать, если это вы не позволите. Благодаря моей невесточке Оксане, я спела свою любезную песню. Я любила всех учить и любила учиться даже. Конечно, нужно и учиться, и учить. Но никогда не думала, что я вот так буду рассказывать людям, и люди будут довольны моим этим рассказом. Вот это заслуга моей невесточки Оксаны. Моя, любезная песня моя. Карту отец, миндатка. Эс, че ми сагварели рдзлиздам сахурэба, ром, мэ, асэ ткэнс и наши гамовы деда, че му картулэбол, че михма мугац удинет, ткэнда, ткэнц му мац удинет, ткэн нихма. Че мук аргебол, гисурок джамтэлобаск, аргат окнас, са картулозда Исраэлс. Нам тэл, олмиробас, олмиробас, алим тэл и сам ароб. Пусть всем добрым людям будет на добро и на здоровье. Амэн. Когда пахлава уже почти готова, придадим ей блеск мёдом. И намажи слегка. А может кисточкой лучше? Кисточка возьмёт мёд, Оксана? Возьмёт. Да. Давай попробуем. Давайте. Мёда нужно совсем немного, примерно столовую ложку. Мы знаем, да, что мёд нагревать нельзя. Но здесь чуть-чуть и чуть-чуть можно. На одну минуту поставим обратно в духовку. Он мурашенную одну минуту. Да. Ну ничего, тут такое малое количество. Просто это нам для красоты нужно, правильно? Для красоты, точно. Пахлава уже готова. Осталось её отправить в духовку обратно на минутку или две. У нас она выпекалась 30 минут, но, конечно, ориентируйтесь по вашей духовке и следите, чтобы она не подгорела. И после духовки она выглядит вот так. Да, красивый и румяный. Всё, готов, да? Да. Красота. Да, запах какой. Пока я отлучалась, Эли уже продегустирую. Значит, папа уже попробовал и одобрил, да? Да, да, да. Сказала, что очень вкусно. Эли, понравилась вам пахлава? Очень. Классно. Ой, тёплая, какая вкусная. Вкусно, всем. Очень вкусно. Удобно доставать полосочки и нарезать на порционные ромбики. Смотрите, всё нарезать, Этери, или надо резать, пока она тёплая? Да, надо резать. А, надо резать, пока она тёплая. Значит, всё нарезать. Давайте я нарежу. Давайте. Нарезанную пахлаву Этери всегда выкладывает в манжетки на большое блюдо. Садись, я могу. Иди, иди, иди. В общем, эту пахлаву у нас любят все. И даже Лорен съела целый кусочек. Хоть она и не любительница пирогов. Мы будем очень рады. Если вам понравился наш рецепт, пожалуйста, приготовьте. Это не трудно, но очень много удовольствия вы увидите. И ваши домочадцы тоже. Ешьте на здоровье, чтобы у вас всё было хорошо. И у нас тоже. Всего доброго. Ну, а если наше домашнее видео вам понравилось, то не забудьте отметить это, поставив лайк. Подписывайтесь также на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Я также приглашаю вас в мой инстаграм. Там вы увидите много чего такого, что не показано на этом канале. А я, как всегда, желаю вам вкусных, добрых запахов в доме. И до очень скорой встречи в новом видео.